Это послание самостоятельно, на сайте президента оно доступно, потому что там каждый может найти что-то важное именно для себя. Я, естественно, отмечу то, что мне кажется важным. Это в первую очередь провозглашение главной целью всей нашей деятельности, повышение численности нашего народа и его благосостояния. Причем президент, насколько я понимаю, в отличие от модных сейчас экономических догм, считает, что многочисленность и благосостояние неразрывно связаны. Что не может слишком малый народ обеспечить себе хорошую жизнь своими усилиями. Ну, конечно, перебор, как говорится, хуже недобора. И, скажем, в Индии, где население очень велико, но об экономическом развитии заботится сравнительно мало. Это самое население, по большей части, очень бедное. Поэтому в послании отмечено множество экономических задач, причем тесно взаимосвязанных, переплетенных, так что решать их все надо комплексно. Но главное, на мой взгляд, это понимание того, что, чтобы нам жить лучше, нас должно быть больше. Ну, не буду вдаваться в тонкости экономических теорий. Замечу только, что на самом деле президент отметил, что есть в современной жизни очень много такого, что отвлекает, грубо говоря, нас от задачи продолжения рода человеческого. Это и стремление сперва сделать карьеру и обеспечить благополучие, и исчезновение прежней большой семьи, где жили несколько поколений вместе, соответственно, старшие могли помочь младшим. Кстати, замечу, что недавнее повышение пенсионного возраста привело как раз к тому, что старших, имеющих досуг для ухода за внуками, стало существенно меньше. И это вряд ли удастся исправить, не отменив это повышение, но посмотрим, как оно пойдет дальше на этом направлении. Вот, то есть, есть причины, отвлекающие нас от этой задачи, но она, тем не менее, остается первоочередной. Второе, что с моей точки зрения очень важно, что президент достаточно убедительно, на мой взгляд, показал нашим западным конкурентам, «Мы готовы ответить на любое их агрессивное действие своими действиями». Я, кстати, очень люблю цитировать в подобных случаях старый французский стишок. «C'est animal est très méchant, quand on l'attaque, il s'a dé fan». Ну, конечно, в моем произношении французский понять трудно, поэтому переведу. Это животное очень опасное. Когда на него нападают, оно защищается. Вот, мы точно так же очень опасны.